Под графикой я понимаю реализацию графических API и, собственно, состояние видеоаппаратного ускорения графики. Расскажу о настоящем, что у нас есть сегодня. Забегая вперед, я скажу, что уже сейчас можно на Кликсе достаточно комфортно играть в требовательные игры графики, что нельзя было делать 4-3 года назад. И немного расскажу о будущем. Для начала немного о себе. Сейчас я занимаюсь открытой графической библиотекой MSI 3D, которую уже упоминал Илья. До этого я занимался разработкой мобильных игр. В процессе долгих ночей иногда разработки приходилось думать о тех, кто уже разрабатывает драйвера. Ты пишешь один и тот же. Есть одинаковый код, и он абсолютно по-разному работает на разных платформах. Иногда приходилось говорить и хорошее слово об этих людях, но теперь я понимаю, что чаще всего они не виновны в моих страданиях. Когда я начал разрабатывать уже сами графические библиотеки. Графика на Линуксе неразрывно связана с MESA, потому что это основная open-source реализация нескольких графических API. Что же такое MESA? Это юзер-спейс драйвер, он открыт, реализует несколько графических API, таких как всем известный OpenGL, достаточно новый Vulkan. И также она реализует Direct3D 9, но эта реализация очень затеянная в ней. Поддерживает MESA различные видеоускорители от Intel, AMD, отчасти от NVIDIA, но они не раскрывают спецификации, из-за чего приходится заниматься реверс-инжинирингом тем инженерам, которые хотят контрибьютить в эту часть MESA. И также она поддерживает более экзотические ARM-овские ГБУ, которые уже используются в основном для бета-проектов, для андроида. MESA является основной библиотекой для видеоускорения на Линуксе, но также может использоваться на андроиде и изредка на Линуксе. Теперь немного об истории графики на Линуксе и об истории MESA, потому что они неразрывно связаны. Была MESA создана более 25 лет назад Брайаном Паулом. Уже через два года MESA стала поддерживать стандарт OpenGL 1.0, который вышел, по-моему, в 93-м году. Через еще два года впервые MESA стала поддерживать аппаратное видеоускорение на карточках от 3dfx, 3dfx Voodoo Graphics. Еще через два года MESA уже поддерживала довольно широкую линейку видеочипов в том или ином виде. То есть от 3dfx, 3dlabs, Intel, видеочипы Matrox и AT. С годами этот набор изменялся так компании, то появлялись, то исчезали. То есть, например, поддержка тех же видеодавторов Matrox была удалена из MESA в 2007 году. То есть она поддерживалась там 8 лет, но видеокарты уже не использовались на момент ее удаления. В 2001 году основатель Брайан Пауэлл создал компанию OpenGaston Graphics, которая стала заниматься поддержкой MESA и ее привлечением коммерческих инвестиций. То есть уже через несколько лет Intel сделала заказ этой компании. И еще через несколько лет Intel стала напрямую контрибьютить в MESA. Чуть позже подтянулась AMD, но их старания стали заметны только через много лет из-за различных сложностей. На момент 2016 года MESA почти догнала стандарты UBJL и Vulkan. На момент 2018 года она уже поддерживает полностью два открытых стандарта. Так же как графика на Linux неразрывно связана с MESA, она также неразрывно связана с открытым стандартом OpenGaston Graphics, который до недавнего времени был практически единственным открытым стандартом для ускорения графики. OpenGaston Graphics был создан в 1992 году. Он на тот момент был не совсем открыт, но его реализацию можно было сделать. С 2006 года он перешел под начало открытого консорциума Chromebook, которого, возможно, вы слышали. И он заведует большим числом открытых стандартов в области графики, в области аудио и вычислений, распределенных и других. Последний стандарт OpenGaston Graphics вышел в 2017 году. И с того момента он перестал активно развиваться в году более нового стандарта, о котором я поговорю чуть позже. Также у OpenGL существуют урезанные ответвления, такие как OpenGL ES, он используется на андроиде и на эмбеддет-устройствах. Также есть OpenGL Safety Critical, его логотип. Он используется в авионике, в автомобилях и других подобных задачах. Но место реализуют только OpenGL ES и, собственно, основной OpenGL. За свое время существования, более 25 лет, OpenGL прошел довольно долгий путь. За это время сами подходы к графике менялись несколько раз. То есть тут приведем пример, как нарисовать треугольник в первом OpenGL. И тут, как маленький кусочек того, как нарисовать треугольник, мы понижали 4,6. То есть оно и близко не поместилось на этот слайд. А результат одинаковый. Нет, в общем, правда. Да, конечно, это может показаться очень сложным, но основная часть того полотна-кода — это различные инициализации и тому подобное. Потому что голый OpenGL сейчас никто не использует. Всегда используют его вернутки. В то время как первый OpenGL зачастую был реализован даже напрямую в видеочипах. Развитие OpenGL проходило неравномерно, так же, как и развитие самой Мессы. Из-за чего в один момент Месса отставала от стандарта OpenGL на 5 лет. Что очень катастрофично повлияло на развитие графики в Linux. На тот момент очень проблематично было запустить какие-то новые приложения, которые требуют видеоскорения. OpenGL накопил множество проблем. Такие как огромное количество устаревшего API. Огромное количество несовместимого друг с другом API, потому что его создавали множество компаний. Каждый со своими интересами. Каждая компания хотела сделать API лучшей для своего видеочипа. Это были баталии между IT и Rodeon, которые стали последствием Rodeon и NVIDIA. В сумме можно насчитать более 600 расширений OpenGL. Да, конечно, не все из них используются, но все они оставили тот или иной след в виде программ, которые их используют. Например, самое страшное, это когда есть расширение, которое использует практически одна программа. И что с этим делать, непонятно. Никто не хочет реализовывать расширение для какого-то одного случая. Но самой большой проблемой OpenGL стал высокоуровневый язык шейдеров. Что такое шейдер? Это некоторая программа, которая компилируется в ассамблер специфичный для видеокарты и выполняется уже на множеством процессоров на видеокарте. Тут приведен пример невероятно простого шейдера, который заставляет экран переливаться из черного в синий. Вот результат. В чем же проблема? Стандарт OpenGL заставил драйвера самим реализовывать компилятор этого высокоуровневого языка. Да, конечно, он не настолько сложен, как C или C++, но все равно он достаточно сложен, его стандарт достаточно длинен, чтобы каждый производитель драйверов допустил свои собственные ошибки. Поэтому никогда нельзя было быть уверенным, что твоя программа запустится так же корректно на другом видеочипе с другими драйверами. А так как компиляция этой программы происходила во время работы основной программы, то это добавляло шарма всей этой ситуации. То есть в языке шейдеров есть циклы, вызовы функций и многое другое. Но там нет, например, рекурсий и каких-то различных воскровеньевых конструкций или указателей и так далее. На момент, несколько лет назад, когда место больше всего отставало от стандарта, единственное, что стабильно могло работать, это были текстовые игры. Да, тут приведем, к примеру, War Fortress. Но это немного ложь, потому что конкретно данная игра запускалась, используя OpenJay. Но будем считать, что это не так. Проблемы OpenJay можно описать таким своеобразным циклом. Неочевидный стандарт с кучей конфликтующих расширений приводит к по-разному, в этом самое главное проявля, по-разному забагованным драйверам. Создатели игр и приложений не могут адекватно протестировать их на всех видеоускорителях, на всех драйверах, из-за чего они просто не используют OpenJay. Что ведет к тому, что те, кто создает стандарт, не знают, какие расширения нужны больше, какой функционал нужен больше и так далее. В самих драйверах существуют функции, которые могут месяцами не вызываться из приложений ни у кого. Но это не ведет ни к чему хорошему. Но кроме OpenJay существует еще как минимум один стандарт – это Direct3D, уже от Microsoft, использующийся в Windows и в приставках Xbox. Что же им удалось сделать правильно, кроме того, что лучше финансировать всю эту разработку? Они вынесли весь функционал, который был не уникален, не зависел от конкретной видеокарты, в отдельную свою библиотеку, которую отлично протестировали. Что дало возможность разработчикам видеокарт уже заниматься самым важным – общением со своей железкой. То есть разработчикам OpenJay драйвера нужно было реализовывать все из этой схемы. И компиляцию шильдеров, и нетривиальную валидацию входных данных, и внутренний трекинг состояния. В свою очередь, как Direct3D драйверам нужно было реализовать намного меньше функционалов. Какое же решение всех этих проблем? Решением стало создание нового API, которое перенесло опыт Direct3D и вынесло весь платформа «Независимый код» в отдельные, множество отдельных открытых библиотек, которые отдельно развиваются, улучшаются и тестируются. Был создан референсный TASYUT, который покрывает все основные расширения и большую часть дополнительных расширений. Да. Этим, главное, переходим в настоящее. Таким API стал уже вскользко упомянутый вулкан. Это так же, как OpenJay драйвер 3D. Кроссплатформенный API для 3D ускорения. У него, в отличие от OpenJay практически отсутствует overhead. Он не управляет памятью за программы, он не компилирует шейвера, он не требует валидации входных данных от драйверов. Все это вынесено в отдельные библиотеки, которые можно подключать, как кому хочется. В свою очередь он дает возможность удобно взаимодействовать с многих потоков, что довольно актуально на текущий момент. В процессорах становится все больше и больше ядер даже на мобильных платформах. И очень низкий overhead. Вулкан привнес несколько ретроспективно очевидных решений, таких как явное использование многих видеоадаптеров одновременно. Сейчас у многих даже из вас в ноутбуках, компьютерах находятся, предположим, два видеоадаптера. Один может быть в процессоре, один отдельно в видеокартой стоять. Вулкан позволяет приложениям использовать оба явно. Каждый из них будет иметь в свою очередь команд, свою память, свое управление памятью и особый способ передачи данных между этими видеочипами. Также одно из довольно простых и очень полезных решений было записывать все команды явно в отдельный буфер до отправки на сам видеочип. То есть, когда пользователь хочет что-то нарисовать, он наполняет отдельные буферы особыми командами, и затем, когда уже он поймет, что все наполнено, все готово, он может отсылать этот буфер уже в драйвер и дальше на дебу. Это позволило довольно просто подружить вулкан с многопоточностью, так как буфера — это просто память, их можно наполнять из кучи разных потоков. Да. Каким бы хорошим API не был, а вулкан довольно хороший API, должен быть кто-то, кто его будет использовать. Да, то есть, его соперником стал Direct3D11 и Direct3D13, которые очень широко, по крайней мере, Direct3D11 используются. А вулкан как API вышел, но кому его использовать? Возможность его использовать дали библиотеке для трансляции из DirectX вулкан. Первой из них стала библиотека DirectX вулкан, DXOK. Ей чуть больше, чем один год на сегодняшний день, но она уже практически полностью реализует стандарты DirectX 11 и 10, которые сейчас самые популярные стандарты для разработки игр. Работа была проделана, в основном, одним человеком. Вот его статистика на GitHub. То есть, больше, чем за год, он сделал 1700 коммитов. Я не знаю, он смешечий. Его заметила компания Valve и уже месяцев 8 или больше статсирует его. И все равно он, в основном, продолжает разработку в одиночку. В декабре 2017 года DXOK мог запустить только простую темпу, поставляющуюся с SDK DirectX 11. Уже через несколько месяцев, в январе 2018 года, он мог запустить с горем пополам полноценную игру. Это невероятное достижение, учитывая сложность этих обид. Запуск игр и других приложений на Linux, которые изначально были созданы под Windows, возможны благодаря различным трансляторам, к которым и относятся DXOK. Это благодаря еще Vinyl, который транслирует WinAPI, позиции вызовы, благодаря трансляции вызовов, аудиовызовов, и с недавнего времени обидел виртуальной реальности. После выхода DXOK из трансляторов стало появляться все больше и больше. То есть это графическая IP, использующаяся на Windows, это графическая IP, использующаяся на Linux, а все остальное — это трансляторы. То есть, например, может быть такая цепочка. Из девятого Direct3D вызовы конвертируются в одиннадцатый Direct3D, из одиннадцатого Direct3D конвертируются уже в Vulkan. Это довольно весело. И это если не учитывать обид других платформ, например, как Metal, который это обид от Apple графический, в которой тоже существуют трансляторы. Он тут не упомянут, потому что он не относится к Linux. На сегодняшний день, благодаря всем этим усилиям, на Linux могут запускаться и отлично работать множество известных их графических требовательных игр, такие как Ведьмач, Overwatch, Battlefield и множество остальных игр. Усилиями комьюнити был создан сайт ProtonDB, где выкладываются личный опыт запуска игр и других приложений пользователей. На текущий момент было написано пользователями двадцать девять тысяч репортов. это составляет более шести тысяч трёхста игр. Из них работают более трёх тысяч. И это число довольно быстро увеличивается. Из них с помощью упомянутого DXVK работают более трёхста. Вероятно, даже больше, потому что это тяжело отследить. Самая большая проблема на текущий момент в этой сфере это античиты, которые используют недокументированные возможности, очень странные возможности Windows и не могут быть легко обмануты. Немало усилий к этому всему приложила компания Valve, которая обладает самой большой платформой для дистрибуции игр Steam. Они очень заинтересованы в том, чтобы не быть привязанным к одной платформе Windows, потому что Microsoft идёт своей дорогой, они могут почти в любой момент сказать, что теперь приложение на Windows ставится через XStore. Конечно, само по себе это вряд ли произойдёт, но какие-то потуги к этому уже существовали. Valve, в свою очередь, создали, объединили множество библиотек-трансляторов, Vine, DXVK и другие в один отдельно поддерживаемый пазл под названием Proton. С помощью него можно запускать игры и некоторые другие приложения, абсолютно не чувствуя никакой разницы по сравнению с Windows. Что это всё меняет? Для Linux, для открытых стандартов это сам Vulkan по себе использует очень мало игр. Потому что это новый API, на него нужны усилия, чтобы перейти, а для Linux используют тысячи и тысячи приложений игр. Создав транслятор, таким образом мы можем протестировать и стало возможно протестировать весь этот большой API. Потому что синтетическими тестами можно протестировать далеко не всё. Гений разработчиков игр не остановим. и таким образом, кроме самих драйверов, тестируются и стандарты. В процессе реализации трансляторов было добавлено в стандарт уже то ли два, то ли три расширения, которых недоставало для адекватной работы. Также, учитывая, что драйвера и стандарты достаточно хорошо протестированы, разработчики, уже которые начинают сегодня, недавно начали разрабатывать приложения игры, могут быть уверены в том, что используя вулкан вулкан на дирексе, они не останутся одиноки, не останутся смешенными граблядами. Теперь совсем кратко о будущем. Для трансляторов осталось реализовать совсем немного оставшихся вызовов или в основном даже увеличить производительность при трансляции, которая иногда может сильно страдать. В среднем при трансляции может теряться 10-15% в производительности, но в худших случаях бывает, что даже 40%. Но это редкость и в основном это в том или ином виде баги, при трансляции или уже в самих драйверах. так также недостает реализации самого нового графического API от Microsoft до 3D 12-12. Она еще не закончена, она ведется в Vine, а не отдельной библиотекой. Когда она будет закончена, все графические стандарты будут реализованы в Windows достает очень важные возможности, это HDR. Она важна не столько для потребителей контента, игр и приложений, как для художников, дизайнеров, создателей игр. На этой ноте мы подходим к концу. Ребята, напоминаю, что у вас есть возможность получить приз, поэтому не стесняемся, задаем вопросы. Скажите, стабильность работы вулкана и других драйверов зависит от дистрибутива и графического интерфейса Linux, или это вообще одинаково?